Детали Лайф Детали Лайф Детали Лайф год начался с юбилея молодежного центра. После этого у нас пошли профильные смены и форумы различные, вектор профиль, взгляд молодежи. Мы участвовали в грантовых конкурсах, выигрывали, в Медиалаб мы проект провели. То есть очень много различных мероприятий и хобби-фестиваль летом был проведен. Кроме этого... Хобби-фестиваль, интересно. То есть не только образовывались участники на ваших площадках? Можно разделить наши мероприятия, конкурсы, развлекательные мероприятия и образовательные проекты. То есть у нас такой формат работы, разноплановый. И мы всегда смотрим, что интересно молодежи, и в моменте мы перестраиваемся. То есть если мы запланировали определенное количество мероприятий, определенный формат мероприятий, если мы в течение года понимаем, что надо еще включить вот это, мы это делаем. Поэтому у нас такая мобильная работа в этом плане. Разные направления вы перечислили, но наиболее востребовано среди молодежи что? Чему уделяет большое внимание наше современное поколение? Образование, развлечение? Ну, наверное, из таких интересных для них форматов, они очень любят экологию. Ну, сейчас вот поколение, которое за экологию, мы делаем экологические проекты, и разделяем какие-то благотворительные различные проекты. Им это все нравится, они участвуют, вкладываются в это во все. И очень любят наши молодежи, именно работающие молодежи, которые не так часто успевают вот быть в процессе с нами из-за работы, естественно. Они очень любят наш форум «Городской взгляд молодежи», и всегда на него много заявок. Мы его тоже очень любим и вкладываемся прям максимально в него. Вот в прошлом году мы его делали выездным, так как он был за счет гранта реализован. И это очень здорово, и мы хотим сохранить традицию выездных проектов, потому что это полное погружение, и ребята прям максимально включаются и работают. Давайте пару слов о том, что представляет из себя этот форум для тех, кто, возможно, не принимал в нем участие. Это городской молодежно-образовательный форум «Взгляд молодежи». В рамках него вот в прошлом году у нас было четыре площадки. Это бизнес, здоровый образ жизни, социальное проектирование, личностный рост и так далее. И мы по каждому блоку ребят приглашаем спикеров различных, и они уже с ними отрабатывают интересные темы для молодежи. То есть до форума мы делаем опрос, спрашиваем, что вам интересно. Они нам говорят, мы вот исходя из этого и набираем. И в прошлом году, что было уникально, мы добавили спортивный фестиваль с элементами ГТО, и он тоже очень зашел. То есть ребята говорят, вот такое впервые было, что не только мы образовывались, но еще и был спорт, то есть такое переключение. Но кроме этого, у нас еще вечерняя программа, они на звезды смотрели в прошлом году и танцевали, ну в общем и рисовали. Было здорово. Было все, что вот ребятам интересно, всегда прекрасные отзывы, и поэтому мы будем продолжать его делать и развивать. Насколько нам известно, вы планируете переезд? Да, конечно. Это, наверное, самый большой подарок для нашего центра в прошлом году, тем более в юбилейный наш год, нам дали новые помещения. Мы сейчас сделаем ремонт в нем и надеемся, что скоро переедем и будем уже ближе к центру города, ближе к молодежи. Как говорится, сейчас мы находимся в микрорайоне Орбита и меньшем по площади помещения, поэтому будем уже приглашать к себе не только ходить на различные площадки, но и к себе приглашать. И где будет новое место? На 1-майской 7. Это тоже жилой дом, но там уже больше квадратов. Ближе к центру. Да, да, да. Глобальные ремонт и переезд случились также и в жизни ресурсного молодежного центра. Пространство открыли в Сыктывкаре на четвертом этаже дома быта. Площадку отстроили в рекордно короткие сроки, всего за три месяца. Центр станет местом протяжения активной сельской и городской молодежи. С экскурсии там побывала моя коллега Арина Попова. Медиа-центр. Пространство для лекций и мастер-классов. Зона каворкинга и не только. Огромное поле для фантазии молодежи Коми распростерлось по всему четвертому этажу дома быта. Ресурсный молодежный центр открыл здесь свои двери совсем недавно, однако активно готовится к предстоящим событиям. О таком комфортном центре в Сыктывкаре можно было только мечтать. Но благодаря победе Республики Коми в конкурсе «Регион для молодых» нацпроекта образования инициативные юноши и девушки могут претворить свои мечты в явь. Планов много. Уже сегодня здесь прошли тренинг-сессия по стратегии развития молодежной политики в Коми и пресс-конференция по организации съезда движения первых. Здесь уже забронировано большое количество мероприятий, таких как форум сельских семей, интеллектуальная игра «Что, где, когда», кинопоказ совместно с российскими студенческими отрядами и много других интересных активностей. Кроме того, здесь скоро появится Центр гражданско-патриотического воспитания и профилактики деструктивного поведения в молодежной среде. Каждый пространственный центр у нас является общедоступным и мобильным, то есть его можно конструировать под различные мероприятия. Есть досуговая зона, где люди могут посидеть, просто понаходиться. Есть специальный лекционный зал, есть небольшая звукозаписывающая комната. Все, что угодно для молодежи, то, что мы имеем, мы отдаем, чтобы молодежь пользовалась. На этаже располагается не только ресурсный центр, но и комитет по молодежной политике. Теперь под одной крышей могут собраться все, кто причастен к важному делу воспитания и поддержки молодых. Места хватит для любых активностей. Впереди у центра море событий и проектов. Один из таких – создание серии подкастов в разнообразных форматах. Мы планируем записывать серию подкастов, такие, например, как личные истории, в которых люди, в которых мы берем интервью, рассказывают свой путь успеха. То есть, как они шли к цели, чего они добились, что они могли бы, допустим, посоветовать людям, которые могут в той или иной сфере начать свой путь. Устроить мастер-класс, провести концерт или готовиться с одногруппниками к важной сессии. Для всего найдется своя площадка. И для каждого. Главное правило посещения – регистрация через группу «Молодежь Коми» ВКонтакте. Достаточно оформить заявку и получить подтверждение. Таисия, как вам эти преобразования в жизни ресурсного молодежного центра? Наверняка ведь уже были там с экскурсией. Конечно. Мы были и на открытии, и до этого были, и после уже были. Нам очень нравится новое молодежное пространство. Мы очень любим эту тему, потому что можно проводить различные форматы мероприятий на новых площадках, а тем более в центре города. Это прям супер-вал круто. Поэтому мы уже запланировали тоже мероприятия, которые хотим провести на этой базе. И в целом мы будем пользоваться этим помещением, как и своими, конечно же. А чем вообще отличается работа Сыктывкарского молодежного центра и ресурсного молодежного центра Республики Коми? Как-то пересекаетесь? Ну, естественно, мы пересекаемся. Мы работаем в одной линии молодежной политики. Но самое главное отличие, то, что мы работаем на город Сыктывкар исключительно, а ребята работают на всю республику. И у них больше такая, наверное, методическая помощь всем остальным районам и городам республики. А у нас вот именно нацеленность на Сыктывкар. Но иногда, наверное, участники проектов республиканских принимают, скажем так, вступают во взаимодействие с вашими проектами. Да, конечно, взаимодействие не исключено. И на наши проекты приезжают другие муниципалитеты, и мы там, наши ребята, выезжают в другие муниципалитеты. Нормально, это практикуется. И мы просто делаем одно дело. Об инициативах и возможностях, которые открывает ресурсный молодежный центр, тоже Сыктывкарский. Насколько известно, студентка наша, Сыктывкарка, получила значительную поддержку от государства, миллион рублей, на какие-то свои определенные нужды, на развитие своих проектов. Как это произошло? Есть такой проект, он уже не первые годы реализуется. Это всероссийский студенческий проект «Твой ход». Я являюсь экспертом этого конкурса. В прошлом году была, в этом году тоже получила приглашение на работу в экспертном сообществе этого проекта. И он длится год. То есть ребята сначала подают заявки, делают определенные задания, тестирование. Далее у них должен быть уже реализованный какой-то социальный проект, свой личный, то есть инициирован только ими самими. После того они заполняют паспорт проекта. На сайте эксперты просматривают, дают свою экспертную оценку заочно, потом ребята едут на окруженные этапы, где они тоже получают свои уже оценки в процессе защиты проектов очной. И по итогам всех вот этих годовых испытаний выбирается 200 лучших студентов. Вот в этом году проект тоже уже стартовал, можно уже подавать свои заявки, поэтому всем студентам рекомендую прямо участвовать в нем. Но это только могут участвовать студенты высшего учебного заведения. Ну это очень хорошая подмога, получить такую весомую сумму, чтобы потратить ее, например, на реализацию другой какой-то своей идеи. Вот помимо грантов Росмолодежи, наиболее, скажем так, распространенных, известных не только в нашем регионе, но и по всей стране в целом, в республике, насколько тоже нам известно стало, появится конкурс молодежных проектов. И здесь тоже будет определенная, скажем так, подспорье денежное уже от республики. Какое? Ну вот, насколько тоже я знаю, это будет и конкурс молодежных проектов во время форума молодежи КОМИ. То есть ребята тоже получили возможность провести в рамках форума конкурс грантов. Можно будет получить определенную сумму на реализацию своих проектов. Кроме этого будет региональный грантовый конкурс молодежных инициатив. И там тоже около 5 миллионов. Какой лимит на один проект, пока неизвестно. То есть нет еще положения. И кроме этого будут поддерживаться еще и молодежные пространства. Будут выделены субсидии на молодежное пространство. В муниципалитетах это тоже очень здорово, потому что это значит, что молодежные пространства, третьи места, как еще их называют, будут развиваться. И это очень здорово. Молодежи будут куда-то... И приносить пользу. Конечно. Новые возможности для личностного роста в скором времени появятся также у молодежи Ухты и Усть-Кулома. В Ухте к открытию готовятся обновленные после ремонта Дом молодежи. А вот в Усть-Куломе очень скоро соберется молодежный совет о том, чем полезен он будет для современного поколения, для сельских ребят. Мы прямо сейчас узнаем у Анны Савиной. Она с нами на связи. Анна, здравствуйте. 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 Расскажите, какие вопросы совет будет решать. Молодежный совет района, он будет решать различные вопросы. Начинали от простого. Это участие в общественных мероприятиях и уже такие вопросы, как совместные решения, наиболее важные для территории вопросов, находить пути их решения. Также через молодежный совет района все желающие, все молодые люди смогут выходить и вести диалог с органами власти и выходить на различные общественные организации. Кто войдет в молодежный совет? Это будут школьники, студенты? Конечно же, в первую очередь хочется нам ориентироваться на рабочую молодежь района. Со школьниками мы тоже будем продолжать вести работу, но все-таки главный ориентир – это на 18-35 лет на этот возраст. И когда планируете начать свою деятельность? На территориях сельских поселений у нас в районе уже существует, так скажем, есть уже общественные объединения молодежные. У нас в Искуломе совет молодежи появился совсем недавно, буквально в январе этого года. И мы потом планируем, в связи с тем, что у нас очень молодой сектар, у нас все специалисты работают менее года. Мы сейчас планируем выезды в район, чтобы познакомиться с молодежью, познакомиться с активистами района. И в марте мы уже планируем создать первый совет, именно районный, где мы будем выбирать председателя, будем делать совместные планы на будущий год. В общем, все серьезно, все впереди, год у вас будет очень насыщенным. Анна, спасибо вам большое за этот диалог, желаем удачи, ну и, конечно, новостей, положительных новостей о деятельности молодежного совета. Спасибо. До свидания. Друзья, прямо сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после которой пообщаемся с нашей гостьей о том, почему же молодежь волнует сегодня волонтерство. В эфире Юргана программа «Детали лайф». Меня зовут Евгения Кладкевич, и сегодня я вместе с Таисией Рочевой, директором Сыктывкарского молодежного центра, беседую о перспективах для современного поколения у нас в Республике Коми. Волонтерство – еще одна сфера, которая, безусловно, волнует нынешнюю молодежь. Вы, Таисия, в недавнем прошлом были руководителем патриотической акции «Северный десант». В рамках нее студенты вузов-сузов, несмотря на высокую занятость в учебе, в работе, помогают жителям отдаленных населенных пунктов Республики Коми. Какая это помощь? «Северный десант» включает в себя шефскую помощь, то есть это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, просто ветеранам, пенсионерам, с этого года еще и семьям СВО. То есть это может быть и расчистка снега, это может уборка дома, то есть то, что необходимо здесь сейчас сделать для благополучателей. Кроме этого, ребята проводят занятия в школе, профориентационные, встречи, мастер-классы, игры на команды образования, и в конце дня они проводят концертную программу для местного населения. То есть очень такой разноплановый пласт работы. Ребята сначала очень долго готовятся к этому ко всему, за месяц-два, потом уже выезжают в район. В прошлом году в республике к волонтерской деятельности удалось привлечь больше 55 тысяч человек. Как думаете, почему все-таки молодежь так неравнодушна к чужим судьбам? Это исходит от души какой-то. То есть тут всегда, мне кажется, такое было у всех поколений. Просто на это мы сейчас больше внимания уделяем, видим это все, развиваем. Просто хочется сделать добро. Добро возвращается. Поэтому ребята это и делают. Северный десант проводится в нашей республике уже с 2017 года. И в прошлом году студенты в рамках данной акции смогли оказать помощь сразу пяти муниципалитетам, жителей пяти муниципалитетов. Это у нас получается Вуктыл, Печора, Троицкая, Печорская, Вискуломский и Ударский районы. О том, какая помощь чаще всего требовалась жителям, прямо сейчас мы пообщаемся с нынешним руководителем этой акции, Оксаной Игнаткиной. Оксана с нами на связи. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кому помогала молодежь в прошлом сезоне? В прошлом сезоне наша молодежь помогала, как вы уже перечислили, районы. В основном они помогают нуждающимся семьям, которые остались совершенно одни в удаленных районах нашей республики. Это бабушки, дедушки, это ветеран Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, молодежь помогает и школьникам с 1 по 11 класс. Как известно, если говорить о труднодоступных населенных пунктах, отдаленных от центра нашей республики, очень важна там физическая помощь, в частности для пенсионеров, потому что они в силу, скажем так, своих физических, физической возможности, активности, не могут выполнять какую-то работу по дому, например. С северным десантом так же обстоит дело? Да, конечно. В первую очередь ребята отбирают очень физически подготовленных, потому что ребята помогают чистить огромные кубатуры снега, ребята помогают колоть большие километры дров, ребята убираются в доме. То есть в основном и целом это, в общем и целом, физическая такая сложная нагрузка. Планы северного десанта на ближайшее будущее какие? Чем займетесь в этом году? Да, в этом году акция уже стартовала, и у нас остался последний район, куда ребята отправились, совсем скоро приедут. В этом году ребята выехали тоже в пять муниципалитетов. Это Вуктыл, Печора, Троицкопечорский, Ухтинский и Прилузский район. Но в этом году была отличительная особенность. Ребята помогали семьям специальной военной операции. Спасибо большое, Оксана, за то, что были сегодня с нами, ну и, конечно, за то, что вы ежедневно делаете вместе с другими волонтерами. Желаем вам удачи, ну и пополнения ваших рядов. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Один из самых долгожданных моментов этого года для всей молодежи нашей страны, да и не только нашей, это всеверный фестиваль молодежи и студентов. Примерно 20 тысяч активных молодых людей, лидеров из России и других стран соберутся на одной площадке. Из республики Коми тоже туда отправятся ребята, кто-то в роли волонтера, кто-то в роли участника. И когда фестиваль проводился в прошлый раз, в 2017 году, вы, Таисия, были как раз волонтером. На что можно было там посмотреть? С какими впечатлениями вы вернулись оттуда? В 2017 году я прям не хотела ехать участником. У меня было желание именно поехать волонтером, чтобы понять внутри организацию фестиваля, посмотреть на это все. Это очень интересно. Я посмотрела, поэтому в этом году я уже еду участником. Вот. Было очень интересно. Можно было увидеть все регионы России. То есть там были выставки регионов, страны, их культуру, прикоснуться к этой культуре. То есть они и танцевали, и пели. То есть в каждом месте Олимпийского парка что-то происходило. Это было очень завораживающе, очень интересно. Были образовательные блоки, были встречи с известными людьми. Я помню, как люди в очередь вставали в 4 утра, чтобы попасть на Ника Вуйчича. То есть там было очень так интересно. И я думаю, что в этом году будет не менее вот так вот масштабно и шикарно. Вы в качестве волонтера смогли посетить какие-то образовательные площадки? Да, конечно. Я была в роли аташе. То есть у меня было время на то, чтобы посетить площадки, походить. То есть я параллельно была на телефоне с своими участниками и могла посещать площадки, которые мне интересны. И да, я ходила и на образовательные площадки, и на развлекательные блоки. Это прям, да, все еще вспоминаю приятно на душе от того, как это было прекрасно. И очень объединяют такие мероприятия, потому что понимаешь... Знакомство по всему миру. Да, со всему миру. Я помню, как мы в волонтерском городке встретили иностранца, который потерялся, и пытались с ним найти, на одном языке поговорить с переводчиками, чтобы объяснить, куда ему пойти. Это тоже интересно. То есть общаться с разными людьми, понять их культуру. Всемирный фестиваль молодежи у нас пройдет с 1 по 7 марта в Сочи, по указу президента Владимира Путина. Из республики Коми какую-то частичку Родины повезете с собой? Что-то из культуры, возможно, нашей? Я думаю, что когда у нас будет известно, кто прошел, мы вот объединимся и обсудим, что же мы туда повезем. Думаю, что действительно это будет, и мы что-то покажем всему миру. Пристальное внимание к молодежной политике будет уделено и на международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ в Москве уже 10 февраля. К этому событию все регионы на своих стендах подготовили различную тематическую программу. Республика Коми тоже запланировала кое-что интересное, завесу тайну. Для наших телезрителей приоткрылась специалист ресурсного молодежного центра Ольга Цуркан. Сейчас готовится музыкально-познавательная программа, которая будет представлена 10 февраля на ВДНХ. В рамках нее будут представлены главные достижения молодежной политики из Республики Коми по следующим направлениям. Это спорт и ЗОЖ, патриотизм, социальная поддержка молодежи, Арктика и природа и туризм. В программе будет плетение маскировочных сетей, акция «Письмо солдату». Будут выступать артисты из Республики Коми. Это ансамбль «Гажа Гуляночка». Также будет Артемий Барсуков выступать. Готовим очень много сюрпризов. До встречи на ВДНХ. Природа, наша культура. И вот, говоря об этом, нельзя не упомянуть, пожалуй, самый популярный проект прошлого года. Это молодежное путешествие по Коми. Молодежь бесплатно исследовала самые красивые места своего родного края. И вы, судя по информации на вашей страничке в соцсети, ходили на Урал в составе группы. Расскажите, какие это были впечатления, какой это был поход? Вообще, хочу сказать, что это действительно самый такой волнующий масштабный проект и самый интересный, наверное, потому что молодежь сейчас очень любит путешествовать, любит открывать для себя новые места. И да, мне посчастливилось попасть именно в путешествие на Урал, зайти на две горы. Это Народная и Монорага, за что вся команда, все, кто поднялись на обе вершины, мы получили статус альпиниста России. Это было очень неожиданно. То есть в конце нашего путешествия нам вручали эти значки, и мы понимали, что вау, как это круто. Мы даже не знали, что это так будет. Это правда очень незабываемо. У нас была команда из восьми человек, той молодежи, которая прошла этот конкурс. И мы так объединились. Мы все очень разные, с разных сфер. Но нам было безумно интересно вместе, и это взаимоподдержка, и совместные какие-то моменты, решения, как мы вместе ходили, сбирались, помогали друг другу, встречали. Такой большой компанией можно и на Эверест прямиком. Тем более, что альпинисты России же. У нас в планах это тоже есть, да. Этот проект в этом году будет продолжаться? Да, по информации он будет, и это очень здорово. Я думаю, что там будут новые, может быть, какие-то маршруты. Было бы здорово, если бы ребят повели и на Мань Пупунер. В Республике Коми поддержка по поручению главы Владимира Уйба оказывается и молодым семьям. Одна из мер – это льготная ипотека, всего 1% годовых. Можно сказать, молодые семьи в нашей Республике могут взять жилье и практически не переплачивать. Вы, как руководитель молодежного центра, как оцениваете эту меру поддержки? Я поддерживаю любые меры поддержки. Очень здорово, что они стали появляться в нашей Республике именно для молодежи. Это очень круто, потому что появляется возможность сделать что-то большее для молодых семей, для молодежи. И это ценится. И я думаю, что такие меры помогают оставить молодежь в Республике, чтобы они не уезжали. И я думаю, что чем больше будет таких мер, тем больше. Тем больше, да, ребят будет оставаться у нас здесь в Коми. Что еще, скажем так, в этом году позволит и поможет молодежи остаться у нас в родной Республике? Какие планы в молодежной политике на ближайший год? Ну, в этом году очень много планов, как и всегда, можно сказать. И форумная компания обширная, и различные медиапроекты, которые мы в том числе делаем. То есть мы рассказываем про интересных ребят. То есть у нас есть формат такой личной истории и формат, там, кем быть, где мы рассказываем про профессии. Хобби-фестиваль, который в прошлом году прошел очень здорово, он тоже останется. И стартуй, который у республиканского центра, он тоже будет. И молодежные путешествия те же самые. То есть для всех категорий молодежи, то есть для школьников, для работающей молодежи, для студентов, можно найти, где поучаствовать, где принять участие. И мы всегда поддерживаем инициативы молодежи. То есть если что-то хочется, мы всегда принимаем это и готовы их поддержать. Если кто-то из молодых людей захочет обратиться в молодежный центр Сыктывкара за помощью, за консультацией, как это можно сделать? Написать нам в группе ВКонтакте, написать мне в личные сообщения, написать всей команде молодежного центра в личные сообщения, прийти к нам на Малышева 13. То есть мы открыты, максимально открыты и готовы общаться. Написать, напоминаю, можно Таисе Ирочевой. Именно она сегодня была у нас в гостях. Таисе, спасибо большое вам за эту беседу. Приоткрыли что-то новое для нас. Желаем вам удачи и во Всемирном фестивале молодежи, во всех ваших проектах. Будем ждать вас снова у нас здесь, в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Что сказать, год для молодежи Коми точно будет не скучным. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова